В Апатитах состоялись ежегодные региональные открытые любительские соревнования по манежной езде и конкуру «Золотой марафон». Во всей красе себя показали представители трех конных клубов из Апатитов и одного из Кандалакши. Съемочная группа Народного увидела то, что смело можно назвать элементами высшего пилотажа. Конный спорт – занятие не из простых. Лошадь необходимо содержать и тренировать. А сам спортсмен, прежде чем сесть на коня, должен выучить теорию. Как держать руки, как называется там осанка, ноги, как правильно держать, как они правильно называются. Когда я пришла, не знала вообще, что такое шенкель. Сегодня у нас будут старты на различных высотах. И ребята будут, девчонки и мальчишки будут преодолевать вместе с лошадью. Конечно же лошадь преодолевает, всадник не мешает, помогает. Барьеры различного уровня и высоты. Правильные углы, прямолиненность движения, ровный контакт, не дергать свою лошадку, не обижать ее, уважение к партнеру. Уважение к партнеру действительно очень важно. Особенно если он выше, сильнее, быстрее. Екатерина Смоляк рядом с красавицей Элистиной выглядит совсем крошечной. Девочке 11 лет, из них 4 она занимается конным спортом. Надо понимать ее, надо чувствовать ее и не бояться. Мы приходим, надо браться в денеке у лошади, денек это где живет лошадка, засыпать сено, засыпать опилки. Поначалу было очень страшно, прям переживала. А сейчас, видя как она с такими большими, огромными животными, как она верхом управляется с ними, конечно уже нет. Сейчас уже горжусь ей, очень горжусь. Екатерина – самая юная участница золотого марафона. Но несмотря на возраст, по результатам прохождения маршрута Ковалейти заняла первое место. У еще одного представителя клуба «Фортуна» Дмитрия Глушенкова победа еще впереди. Эти соревнования для него первые. Вообще у меня сестра сначала пошла, она на 6 лет, но она еще больше занимается. А потом сказали, а попробуй ты. Я попробовал, мне понравилось. Я этим занимаюсь больше, потому что мне нравится и не мешаю о каких-то высотах. Но если выиграть какое-нибудь соревнование, было бы неплохо. По итогам соревнований в «Апатитах» тренеры определили, кто примет участие в открытом первенстве Мурманской области по конному спорту, первым в истории Кольского Заполярья. Соревнования состоялись в Коле в минувшие выходные. И из 8 представителей «Апатитского конно-спортивного клуба «Фортуна» привезли домой награды».